И снова здрасте! Как известно, холод не тетка, а дядька. Поэтому поудобнее кутайтесь в свой любимый плед, берите чашку горячей самбуки и погнали! Прощание со стеном Ли, самовосстанавливающийся материал и унитаз с мозгами. Об этом не только в Тегеризе, канале о самом интересном в мире IT. Поехали! И вначале о грустном. Пускай не совсем IT, но и пройти мимо мы не имели права. Он снялся в 76 фильмах, написал две книги. Также при жизни был удостоен трём наградам. В 1995 году включён в зал славы Джека Кёрби, в 2002 получил премию «Сатурн» в категории «Награда за достижения в карьере», и в 2008 удостоен национальной медали США в области искусств. Вчера, на 1996 году жизни, скончался Стэн Ли. Хотелось бы верить, что сейчас он находится в лучшем мире, а именно во вселенной, которую сам придумал, во вселенной Maroon. Открывайте шире окна, и чем больше, тем смелее. В Android 10 появится функция Multi-Resume, которая позволит нескольким приложениям работать в оконном режиме независимо друг от друга. Многозадачность в различном виде присутствовала в операционной системе Android с незапамятных времён. Но только с выходом версии Android Nougat она приняла более рациональную и упорядоченную форму с тремя отдельными режимами многооконности – Split Screen, Free Form и Picture-in-Picture. Он стал доступен на смартфонах ещё в Android Reo. Теперь сообщество разработчиков XDA Developers пишет, что в следующей версии операционной системы Android Q появится функция Multi-Resume, которая обеспечит возможность работать одновременно с двумя или даже тремя приложениями, запущенными в нескольких окнах. Нет, но мультизадачность, конечно, мультизадачностью, но ведь возможности железа, они же ведь не безграничны. Samsung запустила настойный Linux... Samsung запустила настойный Linux... Застольный? Самое главное, чтобы настолье не перешло в подстолье. Samsung запустила настольный Linux для смартфонов и планшетов. Компания Samsung с 12 ноября открыла подписку на свою программу Linux on Desk Data. Она позволяет устанавливать дистрибутив Linux на некоторые смартфоны и запускать его в десктопном режиме. Если подключить к смартфону монитор, мышь и клавиатуру, то его можно использовать в качестве полноценного ПК. Приём заявок продлится до 14 декабря. Сам образ диска весит порядка 3,6 ГБ, но Samsung уточняет, что на устройстве желательно иметь не менее 8 ГБ свободной постоянной памяти и 4 ГБ ОЗУшки. Образ работает в своеобразном контейнере, который позволяет запускать Linux как приложение для Android. Разработчики заявляют, что Linux на Desk работает в полноэкранном режиме. Однако при необходимости можно вызвать интерфейс и мобильные системы. Для этого нужно переместить курсор мыши в нижнюю часть экрана, после чего появятся кнопки управления Android. Также поддерживается полноценный терминал. Поэтому, если ты всегда мечтал поносить своего пингвинчика в кармане, вуаля, носи на здоровье! У тебя что, не Windows? Нет, Linux. Но я не умею Linux. Только Windows. Вот говорят, например, что если очень долго тренироваться, то и осла можно научить курить. Ерунда! Что скажете об унитазе, который научили думать? Новая умная крышка для унитаза Xiaomi поддерживает голосовое управление. На прошлой неделе Билл Гейтс показал в Китае унитаз будущего, который может работать без воды и подключение к канализационной системе. Этим продуктом является новая модель умной крышки для унитаза. В крышку встроен фирменный голосовой помощник CEO AI. Также есть возможность подключения крышки к другой умной домашней технике и гаджетам. Можно, например, подружить ее с фитнес-трекером Mi Band и использовать последний для управления различными функциями, настроить температуру нагрева, напора и продолжительности подачи воды и тому подобное. С правой стороны крышки расположена панель управления с несколькими кнопками для активации различных функций. Причем кнопки подписаны. Более того, надписи о назначении кнопок продублированы шерифтом Брайля. Из прочих интересных особенностей умной крышки для унитаза Xiaomi Smart Toilet Cover AI Version можно отметить эргономичный 3D-дизайн, подогрев воды для биде, три степени нагрева крышки, а также систему оповещений со звуковым предупреждением о небезопасности длительного времяпрепровождения в месте уединенного размышления. Время оповещения по умолчанию полчаса, но его можно настроить через настройки приложения. Я не удивлюсь, если в скором времени к унитазу можно будет еще и караоке подключать. Ну, для того, чтобы хоть как-то разбавить звуки. Ну, или все делать в ритме. Скажем, нет протертым джинсам, случайным зацепкам и пропаленным курткам. Инженеры из MIT представили новый материал, способный к саморегенерации. Он самостоятельно затягивает появившиеся на нем трещины. В основе способности к восстановлению нового материала лежит процесс фотосинтеза. Как известно, с его помощью растения превращают свет и углекислый газ в кислород. Исследователи соединили хлоропласты, которые отвечают за фотосинтез у растений, в тонкую биологическую пленку из аминпропилметокриламида, глюкозы и глюкооксидазы, которая может восстанавливать поврежденную ткань и со временем твердеет. Пока у данной разработки есть масса недостатков. Пленка твердеет очень медленно и имеет невысокую прочность. Исследователи обещают, в свою очередь, решить данную проблему. Ну, например, тем, что добавят в новые соединения углерод. Вот, друзья, наверняка подобное изобретение станет костью в горле для всех ремонтов одежды. Теперь можно абсолютно не париться. Порвал куртку. Эх, заживет. Ну, в общем, как-то так. Как обычно, с меня новости. С тебя лайк. Увидимся онлайн в следующий раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok